Всем привет! С вами Александр Чернов и мы представляем вам наш главный праздничный материал итоги прошедшего 2017 года. Каждый декабрь мы проводим голосование и среди пользователей нашего сайта и среди редакции, а итоги публикуем прямо в новогоднюю ночь. Традиция продолжается. Этот год был, прямо скажем, непростым. Ну, то есть все вроде бы шло нормально, а потом бабахнула вся эта тема с лутбоксами и микротранзакциями. Теперь многие вообще не понимают, как жить дальше. Но сейчас, во время праздников, о плохом думать совсем не хочется. Давайте лучше посмотрим на лучшее. Какие игры стали самыми крутыми в прошлом году по итогам голосования пользователей и редакции? Сейчас узнаем. Очень часто случается так, что мнение редакции и пользователей о выборе итогов года совпадает. Так получилось и в этот раз с номинацией лучший шутер, в которой мы все вместе дружно выбрали новенькую Вольвенштайн. И ведь правда, если подходить к этой номинации, оценивая претендентов в плане качества стрельбы и всех других характерных для шутеров вещей, то у Бласковица просто нет конкурентов. Олдскульные FPS выходят чрезвычайно редко, а вторая Больвенштайн, несмотря на некоторые современные фишки, в душе остается старым добрым мясом, которое мы так любим. Здоровенные стволы, аптечки, кровища, злые нацисты в космосе, огнедышащие собаки – это настоящее счастье для всех поклонников шутеров от первого лица. Не наградить эту игру было просто невозможно. Лучшим приключенческим экшеном 2017 года пользователи Playground.ru признали Assassin's Creed Origins. Да, эту игру критиковали, но кажется у Ubisoft получилось выпустить весьма и весьма неплохую вещь. По-настоящему необычный сеттинг, а также интересная история завоевали для нее звание победителя. А еще Assassin's Creed Origins просто очень красивая. Очень. А вот редакция выбрала совершенно другой приключенческий экшен в качестве победителя. Это новая The Legend of Zelda, которая просто покорила наши сердца. Да, мы понимаем, что не у всех есть консоль Switch, но ее стоит хотя бы у кого-нибудь одолжить, чтобы посмотреть на эту игру. Это чистое волшебство. Новая Зельда проработана до мелочей, в ней практически нет изъянов. Пропустить ее – это почти преступление. В общем, очень советуем. В номинации «Лучшая ролевая игра» все было очевидно с самого начала. И пользователи, и редакция сошлись в своем мнении и отдали победу Divinity Original Sin 2. Игра начала радовать нас еще в прошлом году, а теперь после выхода полной версии стала одним из лучших представителей жанра RPG. Тут вам и сложная история, и шикарная визуальная сторона, и куча возможностей, и даже кооперативное прохождение. Divinity Original Sin 2 делали долго, но все сроки полностью оправдались. Да, в этом году были и другие хорошие ролевые игры, но настоящим шедевром по праву можно назвать только Divinity. Как видим, с этим согласны все. Ну, почти все. Кстати, если вам нужны конкретные цифры из голосования, ссылку вы найдете внизу. С выбором лучшей экшен-РПГ тоже проблем не возникло, и пользователи, и редакция единогласно проголосовали за Shadow of War. А ведь еще год назад мы могли надеяться, что победителем в этой номинации станет новая Mass Effect, кто бы мог подумать. Но в 2017 фэнтези одолела космос. Даже несмотря на все эти истории с микротранзакциями и платными орками-предателями. В конце концов, если игра хороша сама по себе, то в ней не раздражает даже гринд, и на многие вещи просто можно закрыть глаза. Shadow of War все еще имеет хороший козырь в виде системы Nemesis. Она и помогла игре подняться в топ. Но в следующий раз разработчикам придется придумать что-нибудь еще. Кареса в этом году редакция и пользователи во многом единодушны. В номинации лучшая стратегия наши мнения тоже совпали. Ей стала Total War Warhammer 2. Как видим, решение перенести механики Total War в брачный сеттинг фэнтезийного Вархаммера оказалось очень удачным. Настолько удачным, что сработало целых два раза, а пользователи с радостью ждут дополнений с новыми фракциями. Кстати, стратегии в этом году все-таки выходили, в отличие от предыдущих. Можно вспомнить очень неплохую Endless Space 2 или Dawn of War 3, Blitzkrieg или Halo Wars 2. Но по масштабам и по качеству Total War Warhammer 2 является абсолютным победителем. А вот в номинации лучшая адвенчура или квест мнения пользователей и редакции разошлись. Пользователи признали победителем приквел Life is Strange. Да, в нем всего три эпизода. Да, это не продолжение оригинала. В любом случае игра получилась весьма душевной, а это очень и очень важная черта для подобной эпизодической адвенчуры. А еще в новой Life is Strange есть няшные девочки, но вы ведь не из-за них голосовали, правда? Но мы в редакции считаем, что в этой номинации должна победить игра What Remains of Edit Finch. Да-да, это симулятор ходьбы, и мы с этим не спорим. Этот жанр уже настолько приелся, что казалось придумать в нем что-нибудь новое вообще невозможно. Мы тоже так думали и ошибались. В конце концов, поразить и удивить игрока хорошей историей все еще можно. Главное, чтобы у создателей игры было что рассказать, и это как раз такой случай. В номинации лучший хоррор мнение пользователей и редакции вновь совпали. Удивляетесь или нет, но этой игрой стала Resident Evil 7. В последние годы мы вообще не до конца понимали, для чего существует эта серия и что ждет ее в будущем. Resident Evil 7 выглядела любопытно, но практика показала, что стоит на всякий случай готовиться к худшему. Многие вообще заранее похоронили игру из-за вида от первого лица. К счастью, мы ошибались. Resident Evil 7 вернула утраченные позиции серии. Это по-настоящему продуманная игра, которая держит вас в напряжении до самого конца и радует замечательными и при этом очень отвратительными моментами. Кстати, некоторые до сих пор говорят, что Resident Evil 7 это никому не нужный провал, но, как видим, большинство наших пользователей и редакция в том числе считают иначе. С лучшим симулятором решение тоже единогласное. Им стала Forza Motorsport 7. Особенно примечательно, что пользователи в большинстве все-таки проголосовали за нее, а не за новую Project Cars. Мы говорим о Project Cars, потому что по итогам голосования она идет на втором месте. И это справедливо, ведь в плане симуляции Forza Motorsport 7 на голову превосходит все остальные игры, в особенности гоночные. Автомобильный симулятор сам по себе очень сложная вещь и у создателей Forza в последнее время получается делать такие игры лучше всех. Само собой, с лучшей гоночной игрой тоже все ясно. Ей тоже стала Forza Motorsport 7. С этим согласны и пользователи, и редакция. А кто еще? Project Cars 2, выпущенная с набором проблем, обрезанная в плане контента Gran Turismo или, прости господи, новая Need for Speed, последняя так вообще утонула в океане лютой ненависти, как и некоторые другие вещи, выпущенные этой осенью. Forza Motorsport 7, богатая контентом и шикарная в плане симуляции гоночная игра, которая обязательно обрадует любого настоящего поклонника жанра и любителя автомобилей. В номинации лучшая спортивная игра все стабильно. Как и в предыдущие годы, большинство единогласно выбирает новую FIFA. Так произошло и в этом году с FIFA 18, которая признана победителем и пользователями и редакцией. Если раньше можно было спокойно говорить, что серия вообще не меняется из года в год, то последние пару лет мы видим очевидный прогресс. Ну а новая часть серии – это настоящий праздник для любителей футбола. Игра стала не только более глубокой, но и более красивой. Это видно невооруженным глазом. Радует и сюжетный режим, появление которого поначалу воспринималось странно. Теперь история – это довольно приятный бонус к основной игре. Ну а в целом FIFA 18 остается той самой игрой, за которой можно прекрасно провести время со своими друзьями. В номинации «Лучший файтинг пользователей и редакция» вновь согласны. Им стала Injustice 2. И этот выбор понятен. Injustice 2 – красивый, динамичный боевик, который обязательно порадует всех поклонников супергеройской тематики. Но главный для многих плюс Injustice 2 – это невысокий порог вхождения. Игра не заставляет вас со все-таки удивительно, как часто в этом году совпадает мнение пользователей и редакции. Лучшим сайдскроллером 2017 года пользователи и редакция единогласно признали Cuphead. Высокая сложность не помешала этой игре выделиться среди всех остальных представителей жанра. Это проработанная, грамотная игра с большим количеством контента. Долгое ожидание релиза полностью себя оправдало. К тому же Cuphead выгодно отличается по-настоящему уникальным визуальным стилем. Других игр, которые выглядели как мультфильм из 30-х годов прошлого века, попросту нет. Да и не только выглядит, но и звучит. Мы рекомендуем попробовать Cuphead каждому. Но напоминаем о том, что эта игра совсем не простая и порой требует крепких нервов. Игрой с лучшим мультиплеером и пользователями и редакцией была признана PlayerUnknown's Battlegrounds. Об этой игре знают все. Это настоящий феномен, который появился совершенно внезапно и, кажется, открыл новое направление в играх. То есть, конечно, похожие вещи мы видели раньше. Но ошеломительный успех PlayerUnknown's Battlegrounds стал полной неожиданностью. Достаточно взглянуть на статистику игроков Steam, чтобы понять, почему эта игра стала победителем в нашем рейтинге. Она уже породила клонов. Боимся даже представить, сколько их сейчас находится в разработке. Уверены, что в 2018 году мы увидим не одну и не две похожие игры. Хорошо это или плохо? Скоро узнаем. А вот и лучший сюжет по версии пользователей. Большинство считает, что самую классную историю в этом году нам подарила новая Wolfenstein. Что ж, в каком-то смысле мы можем с этим согласиться, но не до конца. Перезапуск серии действительно делает большой упор на сюжет, который в предыдущих игр, по сути, был лишь для галочки. Wolfenstein стала очень мрачной и драматичной, местами даже чересчур. Новая игра пытается поднимать по-настоящему серьезные темы. Получается, это у нее неплохо, но не без проблем. А вот мы в редакции подумали, что звание игры с лучшим сюжетом стоит отдать новой Prey. Ее история очень не банальна и в ней есть отличные неожиданные повороты, которые могут неплохо впечатлить игрока. В конце концов, как часто мы видим большие научно-фантастические боевики, создатели которых пытаются сделать не шаблонный и по-своему интересный сюжет. Это происходит редко, поэтому мы считаем, что Prey заслуживает награды. Добрый вечер, Морган. Самой красивой игрой 2017 года по версии наших пользователей стала Assassin's Creed Origins. И знаете, с этим вполне можно согласиться. Древний Египет здесь выглядит просто шикарно. Ubisoft умеет делать красивый открытый мир и Assassin's Creed Origins прекрасно это демонстрирует. Запустите ее на хорошем компьютере или на консоли помощнее с телевизором побольше и вы все поймете. Можно даже не играть, а просто ходить, наслаждаться видами и делать скриншоты. А вот редакция посчитала, что самая красивая игра в этом году это Horizon Zero Dawn. Древний Египет это хорошо, но такого красочного и детализированного постапокалипсиса как здесь мы не видели уже очень давно. Эта игра настоящая интерактивная картина. Да, мы помним, что мы поставили ей не самую высокую оценку и поругали за сюжет. Но мы просто не можем не признать, что Horizon Zero Dawn потрясающе красиво. В этом плане нам она нравится гораздо больше, чем новая Assassin's Creed Origins. Очень часто в номинации лучший звук побеждают всякие дорогие шутеры, где все стреляет, взрывается и бахает по ушам. И это зачастую справедливо, но только не в 2017 году. В 2017 победителем стала Hellblade, которая смогла по-настоящему удивить в этом плане. В этой игре звук одна из самых важных вещей, создающих мрачную атмосферу. Он серьезно играет на ваших нервах, наглядно демонстрируя, что в голове у героини Hellblade творится черт знает что. Звук здесь влияет на историю, влияет на прохождение, влияет на восприятие игры в целом. Это незнакомые скрипы, шорохи или завывания, которые можно услышать в сотне триллеров и хорроров. Это совершенно другая вещь, новый уровень. Мы совершенно точно уверены в том, что лучший звук в 2017 году можно услышать именно в Hellblade. Удивительно, но игрой с лучшей музыкой по версии пользователей и по версии редакции стала Cuphead. Возможно свою роль сыграла ностальгия поколений, которая смотрела старые диснеевские мультфильмы на пиратских видеокассетах. Впрочем, даже без этого Cuphead очень выделяется в музыкальном плане. То есть, в игре нет ничего необычного. Это просто классические вещи, которые сегодня встречаются очень редко и о которых всегда приятно вспомнить. В 2017 году были и другие игры с замечательной музыкой. Например, суровая The Sing с треками в стиле Retrowave. Или Prey и Wolfenstein с разными, но одинаково классными саундтреками от композитора Мика Гордона. Но победителем все равно стала Cuphead. Музыку выбирать тяжело. Это факт. С разочарованием года все просто. Это, разумеется, Mass Effect Andromeda. Она расстроила и пользователей, и редакцию Playground.ru. Оригинальная трилогия задала очень высокую планку, и новая игра просто не смогла ее достигнуть. Новая галактика и новые персонажи попросту не заинтересовали аудиторию, которая до сих пор не забывает приключения Шепарда и его команды. К тому же, релиз новой Mass Effect стал в каком-то смысле скандалом. От игры можно было ожидать самых разных проблем. Но вот эти выкрутасы с лицевой анимацией настолько сильно бросились в глаза, что смешные видео про них не делал только ленивый. Вдвойне обидно, что такие нехорошие вещи произошли с одной из самых ожидаемых игр последних лет. Есть много игр, которые в этом году буквально плавали в ненависти аудитории. Можно вспомнить ту же Mass Effect, новую Need for Speed и даже PlayerUnknown's Battlegrounds. Но больше всего ненависти вызвала она, Star Wars Battlefront. Кажется, после ее релиза игроки были готовы буквально испепелить Electronic Arts, вернув компании звание корпорации зла. Люди обсуждали не долгожданный сюжетный режим и не изменения в мультиплеере, а лутбоксы. На волне всей этой темы и завершился 2017 год, а Star Wars Battlefront 2 была в самом центре споров и скандалов. Всем уже наплевать, что Electronic Arts дала назад и переделала все системы, которые критиковали. Народный гнев утихнет очень нескоро. Самая ненавистная игра по версии пользователей Star Wars Battlefront 2. Редакция по традиции в этой номинации не голосует. Никакой интриги. Главной платформой 2017 года пользователи Playground.ru признали персональные компьютеры. По правде говоря, мы и понятия не имеем, что должно произойти, чтобы эта ситуация изменилась. И спорить тоже не будем. Все-таки ПК отличная, мощная платформа. У нее есть целая куча фишек, о которых на консолях можно только мечтать. А вот редакция решила включить хипстерский режим. По итогам внутреннего голосования звание лучшей платформы досталось консоли Switch. Почему? Потому что она офигенно классная и по-своему инновационная. А еще на ней есть офигенные игры. Остальные платформы нас ничем особенным не удивили. Пользователь года. Это не простое звание, которое дается за что-то конкретное. Это целый собирательный образ. Своя история и нечто, что имеет оттенок чего-то теплого и лампового. Этой номинацией мы просто хотим отдать должное каждому из вас, ведь в нее может попасть любой, кто проявлял себя в уходящем году. Все, кто попал в эту номинацию и еще десятки тысяч не вошедших сюда, все вы по отдельности пользователи года. Одно из самых своеобразных и интересных комьюнити, которое есть в Рунете. А звание пользователя года на Playground.ru это отличный знак закаленности в комментаторских противостояниях, активности в течение года и просто показатель ценности для проекта. Ну а по итогам голосования на сайте пользователем года становится человек под ником Царь Игр. Поздравляем! Все мы знаем, что в споре рождается истина, но не каждый спор фактически таким является. Именно поэтому у нас есть такая номинация. Она решает очень важный, но косвенный вопрос. А кто же лучше всех набрасывал? Кто лучше всех провоцировал огромные массы людей на последующие дискуссии, споры и противостояния? Несмотря на противоречивость номинации, она, тем не менее, имеет место быть. Мы отдаем своеобразное уважение тем, кто без устали придумывает новые методы и причины для генерирования комментариев. Провокатор года – это не номинация, это образ жизни. Им по итогам голосования стал Warp 37. А вот и она – лучшая игра 2017 года по версии наших пользователей. И нет, это совсем не Ведьмак, потому что он в этом году не вышел, хватит уже спрашивать. Игрой года пользователи признали Divinity Original Sin 2, и мы считаем, что это совершенно справедливо. Она вышла без всяких подвохов, без скандалов и этим по-настоящему порадовала в сложном 2017 году. Просто бери, играй и получай удовольствие от одной из лучших ролевых игр в истории. Таких крупных, современных и по-настоящему проработанных игр в жанре RPG в прошедшем году мы попросту не видели. Как видите, мнение пользователей и редакции не совпало. Немного неожиданно после внутреннего голосования лучшей игрой 2017 года редакция признала Prey. Это игра с долгой и сложной историей разработки, в которую многие давно перестали верить. Но мы верили и надеялись, и в итоге получили то, что хотели. Prey – это замечательный, эстетически приятный научно-фантастический экшен с шикарной музыкой и неожиданно сильным сюжетом. Игра по-хорошему нас обрадовала и поэтому стала абсолютным победителем по версии редакции. На этом все. Как обычно, передаем отдельный привет всем тем, кто смотрит это видео прямо в праздничную ночь. Playground поздравляет всех наших читателей и зрителей с наступившим Новым Годом. Очень хочется пожелать, чтобы в 2018 году мы видели поменьше скандалов и разочарований и побольше отличных новых игр. В любом случае, впереди нас ждет еще много интересного. Оставайтесь с нами. Удачи и, как всегда, до встречи на playground.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова